всем привет меня зовут александр я руководитель направления франчайзинга и сегодня хочу вам рассказать поговорить о ценах почему не стоит экономить на открытие пекарни хлеберя из чего состоит открытие куда какие деньги распределяются и где не стоит экономить и каким проблемам это проведет мы на своем опыте уже проверили многие вещи то есть открывали пекарни ультрабюджетно средний пришли к такому идеальному балансу где стоимость открытия не слишком уходит в космос но при этом все работает хорошо стабильно и долговечно стоимость открытия очень сильно зависит от многих факторов этой от ситуации в стране от курса валюты и очень сильно также это зависит от помещений которые мы выбираем под пекарню это закладывается и стоимость аренды сколько ежемесячно можем платить мы за аренду в месяц нужен первый платеж нужен обеспечительный платеж что есть это очень много разных факторов все это зависит от выбранного помещения также немаловажный момент от помещения зависит сколько мы сюда денег вложим в ремонт то есть это помещение может быть размером 50 квадратов а может быть этого 80 квадратов то есть есть понимание что на разную квадратуру уходит больше материала больше работы производится по ремонту соответственно заражание идет открытие то есть стоимость открытия увеличивается также немаловажно понимать какое состояние помещения есть помещение где нужно просто сделать какой-то легкий ремонт а где-то есть помещение как у нас был пример что там приходилось половину стену возводить самостоятельно также немаловажный момент стоит отметить что помещение нужно выбирать таким образом чтобы были либо уже витражные окна если нет то их нужно обязательно устанавливать то есть если мы можем посмотреть налево и направо какое здесь было здание и как это выглядит сейчас это совершенно разные вещи и на это тоже уходят деньги то есть обустройство фасадной группы это витражные окна вывеска освещение допустим как здесь вот неоновое оформление наклейки пандус крыльцо входная дверь здесь такой большой комплекс строительных работ строительных материалов и поэтому сюда уходит достаточно большая сумма денег это один из первых моментов по строительству и выбору помещения большие витражные окна красивый фасад большая яркая вывеска это нужно не только для того чтобы это выглядело сильно красиво но это очень сильно увеличивает конверсию с трафика и соответственно увеличивает нашу выручку то есть человек когда мимо проходят видит красивые заведения когда он видит через большие витражные окна что происходит внутри у него снимаются внутренние психологические барьеры ему гораздо проще зайти и приобрести покупку поэтому мы сами тестировали где нет витражных окон и где есть витражные окна конверсия с трафика то есть проходящих людей мимо гораздо сильно повышается и эти вложения которые мы вкладываем в открытие они отбиваются в первые месяцы работы пекарни и дополнительно потом постоянно приносят дополнительную прибыль далее мы перемещаемся в кассовую зону и хочу здесь детально рассказать и показать куда уходит основные средства почему стоит делать именно так почему не стоит экономить на каких-то моментах для вашего понимания мы уже проработали очень много разных вариантов и понимаем для чего вкладывать каждый рубль то есть есть более дешевые варианты мы их пробовали тестирую понимаем что на дистанции и при масштабировании эти варианты выходят дороже в плане денег и также в плане временных ресурсов и применяя наши технологии материалы вы можете не тратить и не уделяя столько времени на поддержание действующей пекарни но заниматься открытием новых пекарнем и развитие сети можно сделать дешевле можно просто за шпаклевать и покрасить стены но каждый год это будет требовать обслуживания и нового ремонта то есть это закрытие пекарни как минимум один день это дополнительное вложение по материалам то есть это работа сотрудников строителей это краска шпаклевка и так далее если этого не делать то спустя один-два года пекарни будет превращаться в старую потрепанную и покупателей уже будет складываться мнение что здесь не так все хорошо делается уже выпечка не такая вкусная и общий вид складываться будет нехороший поэтому нас применяется специальные технологии отделки кассовой зоны такие же технологии можем использовать и на производстве с особенностями у нас тоже есть это примеры мы все просто протестировали на себе то есть на специальные материалы которые очень легко монтируются не требуют мокрых работ они не шпаклюются они не красятся они представляют уже готовыми их просто нужно взять и смонтировать на стену то есть мы можем таким образом очень быстро открываться когда если мы вдруг соберемся переезжать или съезжать мы это можем все забрать с собой если у нас есть какое-то повреждение мы просто берем отдельным участком его снимаем быстро монтируем то есть там на пекарни нужно закрывать на ремонтные работы и также этот материал очень износостойкий с годами с ним ничего не случится и очень легко моется то есть это очень такой классный пример используем не только мы но и другие крупные магазины другие крупные федеральные сети дальше если обратим внимание здесь в кассовой зоне у нас на полу уложена плитка она уложена в двух цветах то есть это просто белый и с рисунком таким образом у нас разделяется пекарни на две зоны это все элементы дизайна если дальше касаться элементов дизайна то есть такие вот красивые стоечки красивые стулья стеллажи столики это создает общую атмосферу пекарни и людям гораздо приятнее сюда заходить визуально смотрится красиво сильно и придает нашу эксклюзивность и особенность если допустим с нами откроется какой-то конкурент или даже мы где-то можем открываться конкурентами человек выберет зайти именно к нам а не кому-то другому потому что у нас здесь гораздо все интереснее если дальше идти по кассовой зоне какие дальше требуются вложения то есть это самое важное что люди видят и куда больше всего смотрят это витрины то есть они обязательно должны быть красивыми стильными они должны быть едиными монолитными они должны визуально красиво смотреться чтобы выпечка была там главным таким продуктом который выделялась для этого соответственно нужно подносы специальные красивые ценники которые пишутся нет руки а фрезерованные фасады то есть и вся мебель которая под витринами стоит должно выделяться и красиво смотреться это в комплексе создает очень классный дизайн красивый вид покупателю хочется уже купить и он уже покупает гораздо больше потому что покупки делаются на эмоциях и эмоции нужно давать для этого создается вся эта классная атмосфера для функционирования кассовой зоны чтобы осуществляться продажи нужно кассовое оборудование это чековый принтер это денежный ящик планшеты в которой как раз таки установлена наша эти системы с помощью которой осуществляется продажи учет также это п-образный короб то есть это витрина где выложен хлеб мы делаем его тоже из мебели то есть это нам позволяет использовать это место правильно мы можем там хранить различные расходные материалы мы можем там на хранить документацию у нас там частично установлено оборудование это интернет видеонаблюдение музыка а также кстати музыка у нас работает и в кассовой зоне и на улице на улице нас оповещение что у нас там хорошая выпечка вкусная свежая мы здесь производим какие-то рекламные акции а внутри у нас легкая джазовая музыка которая также а благоприятно влияет на людей которые к нам приходят просто купить и уйти или которые здесь у нас остаются в помещении присесть за столиком попить кофе расслабиться это очень все сильно влияет на человеку и на его покупки также в кассовой зоне очень важно освещение и зонирование то есть мы сейчас пришли к такому что используем специальные трековые точечные светильники раньше мы использовали стадионную ленту по кругу это совершенно разные подходы до разные уровни затрат на открытие но это очень сильно себя оправдывает если просто сравнить как в большинстве пекарина делают и светодиодные ленты или как бюджетный вариант из локальной подсветки только на витрине выглядит совершенно по-другому когда прожектор светит и пирожок выделяется и прям горит на витрине человек когда видит вот такой горящий свежий пирожок который блестит на витрине классно подсвечивается выделяется только именно он а вокруг немножко темнота он видит только его и хочется ему покупать больше то есть каждый рубль который мы вкладываем в кассовую зону не только в кассовую зону но и в пекарню мы уже просчитывали прорабатывали разные варианты вкладывать его не вкладывать и смотрели от этого какой получаем результат поэтому у нас здесь устанавливаем достаточно большое количество светильников они разные какие-то для декора какие-то для точного освещения какие-то для витрины какие-то для хлебных полок это все опять же таки создает такой образ пекарни индивидуальности дальше если мы идем по кассовой зоне у нас здесь всегда устанавливается кондиционер в летнюю жару когда человек нам заходят прохладу у него просыпается голод потому что летом когда жара а все люди кушают меньше но придя сюда человек охладился и захотел покушать то есть покупать гораздо больше все что мы делаем это все продумано это все влияет на продажу все влияет на выручку соответственно влияет на вашу прибыль и все что мы вкладываем это в совокупности все окупается далее из кассовой зоны мы переходим в производственный цех где осуществляется как раз таки все производство и приготовление продукции которые мы дальше продаем заходим из второго входа он необходим для того чтобы сюда приезжали поставщики и завозили ингредиенты для приготовления наш производственный цех по-своему уникален мы сюда внедрили наши технологии то есть мы сделали по позонную планировку принципе везде в пекарнях обычно цех представляет себя простую форму прямоугольника либо квадрата и вокруг стен установлено оборудование и столы у нас же все сделано с перегородками все отдельно зонировано имеем здесь сухой склад для сыпучих ингредиентов специй и так далее мучной склад где хранится вся мука и остальные смеси также по возможности делаем отдельный склад для овощей и фруктов либо где-то это отдельным стеллажом производственную зону основную где работают пекаря и как раз таки лепит продукцию дальше мы переместимся все более подробно покажем а моечную зону заготовочный цех где работают кухонные работники и готовят начинки для пирожков моповая зона где хранится весь уборочный инвентарь химии для уборки и специальная ракуина в которой моется оборудование сейчас мы находимся как раз таки в первом отделе нашего производства это мучной склад и сразу вход в гардеробную здесь персонал заходит утром заходит в гардеробную у них там небольшие шкафчики где они переодеваются свою рабочую форму и дальше уже идут на производство также поставщики сюда завозят ингредиенты на весах мы здесь это все взвешиваем мука здесь хранится и постепенно в течение дня сотрудники сюда заходят за ингредиентами чтобы дальше это перемещать на основную производственную зону а если это рассматривать со стороны денежных вложений сколько это стоит то мы здесь на стенах используем плитку то есть если можно обратить внимание она у нас сделана до достаточно приличного высокого уровня над дверьми полная окантовка это для того чтобы это было долговечное износостойкая легко мылась и обслуживалась и со временем и с ней ничто не случилось если даже обратить детальное внимание мы используем затирку темного цвета чтобы со временем белая затирка не желтела и не терял свой визуальный вид то есть темная она будет гораздо практичнее если стены не отделывать плиткой то это вариант остается только шпаклевка и покраска но со временем это все очень быстро изнашивается начинает отваливаться отслаиваться сыпаться это может попасть муку или вообще в продукт и со временем опять же нужно будет закрывать пекарню на и реновацию вкладывать деньги останавливать производство и дополнительные вложения то есть лучше вложиться раз на этапе открытия сделать все качественно и хорошо открываем пекарную не на один год мы рассчитываем что она может работать как минимум пару десятков лет и приносить деньги и каждый год нам закрываться это не нужно лучше сделать один раз хорошо и потом на это не тратить время и дополнительные деньги если мы будем обращать внимание на мелочи то их достаточно много и каждая эта мелочь стоит свою копейку но из этих копеек складывается общем общая сумма допустим углы всех стен всех стыков и так далее мы отделываем специальным широким алюминиевым уголком это опять же сделано для того чтобы со временем это было надежно и легко мылость долговечная износостойкая если будет это пластик через полгода год он рассыпется из-за того что постоянно будет пекаря сотрудники с ним взаимодействовать дальше переходить к поддонам обычно все используют какие-то строительные деревянные из лдсп мы используем поддоны для буки маленького формата и из нержавейки это сделано для того чтобы пекаря могли легко переставить один мешок отодвинуть этот поддон и помыть то есть это сделано для того чтобы мы сохраняли все в чистоте у нас не изводилась какая-то живность мы могли это все контролировать и пекаря без какой-то сторонней помощи могли всем этим заниматься то же самое и с вентиляцией у нас здесь установлена вентиляция прямо над нами это начало здесь установлен сам мотор двигатель который приводит воздух движение выводит его на улицу здесь установлен специальный шумоглушитель чтобы сотрудникам было комфортнее работать уже у себя на производстве они могли свободно общаться а меньше уставали и от этого они работают эффективнее и могут делать гораздо больше продукции при этом них остается благоприятным национальный фон дальше мы пойдем на производство покажу какое покупаемое оборудование почему делаем именно так и все остальные нюансы сейчас мы переместились в моечную зону она специально отделена от всего производства по той причине что здесь происходят мокрые работы а именно это мойка контейнеров противней и другого инвентаря здесь мы видим специальную мойку есть рассматриваем со стороны денежных вложений она у нас достаточно дорогая по той причине что она сделана из нержавейки в принципе у нас все оборудование и весь инвентарь сделан из нержавейки по той причине что мы уже использовали более дешевые варианты из оцинковки и так далее и спустя полгода год-полтора химия постоянное воздействие это все разъедает это все окисляется начинает ржаветь и постепенно выходит из строя поэтому мы используем хоть и дорогие но зато долговечные реально хорошие мощные крепкие мойки а также вентиляционные зонты зонты сделаны также из нержавейки как и стеллажи перфорированные здесь моется посуда контейнеры то есть сковородки кастрюли так далее складывается на специальный стеллаж из нержавейки с перфорацией и здесь посуда сушится и лишняя вода стекает на пол поэтому здесь очень удобно ее все убирать вытирать и это все у нас не распространяется по всей остальной пекарни то есть вся вода и какая-то грязь течение работы течение дня остается именно здесь также мы здесь используем хороший дорогой кран мы на практике пришли к тому что бытовые краны и вообще бытовые какие-то приборы и сантехника и строй выходит очень быстро не нужно постоянно иметь человека который может оперативно приехать это отремонтировать и нужно это постоянно докупать если смотреть в дистанции там на год полтора-два то вот этот кран допустим достаточно дорогой покупается и уже выходит там гораздо дешевле нам обслуживание ну и также очень удобно это для сотрудников то есть мы здесь можем как использовать и обычный кран так и вот такую вот лейку ей очень удобно что-то быстро смывать отмывать также у нас здесь полочки для хранения и также мы в моечной зоне и вообще не только в мощной зоне на всю канализацию пекарни используем специальные жироуловители и жиры вращепители это нужно для того чтобы у нас канализация которая идет под землей либо где-то рядом с пекарни под пекарни внутри даже пекарни не забывал не забивалась мукой тестом и жиром потому что изначально мы это не учитывали не было опыта и теперь мы это знаем что если нет жиры расщепителя трубы забиваются примерно раз в полгода год и требуется чистка которая стоит там больше десяти тысяч рублей но это не панацея она постоянно и эту чистку нужно будет постоянно делать это остановка производства вызов людей то есть лишнее дополнительное время на обслуживание пекарни то есть лучше поставить один раз этот жироуловитель его обслуживать вовремя и забыть об этой проблеме в принципе как мы и поступаем сейчас мы находимся в заготовочном цехе этот комбайн приносит деньги мы получаем экономию по времени розетки просто так не оторвать не сломать пришли к именно к ресторанному решению то есть это локтевые краны будем запрещать вам использовать другие планшеты в будущем это упрощает и контроль основной производственный цех перешли на другую сторону производства краски происходит вся магия хранится вся химия то есть это безопасность сотрудников может дистанционно контролировать мы прямо на практике покажем почему мы делаем именно так